Добрый день, дорогие друзья. У меня как у агента всех разведок и государств, я работаю на кровавую габню, на проклятых жидов, на Трампа и Обаму, и здесь свои тайные агенты. Вот у меня есть свой Клеточников в недрах третьего отделения, Дмитрий, который помогал мне снимать мелкобуржуазный клип про Париж для авторсоциального ансамбля. Пользуясь случаем, я оказался здесь, соответственно, в кружке марксисток-феминисток. Значит, буквально вот на днях выложил один из главных пиарщиков Петербурга по имени Кирилл, нашел пост на себя в фейсбуке. Он звучал как «феминистка Рапопорт, без косметики не торт». Его тут же попросили удалить, и он тут же удалил. Ну, у меня как бы два вопроса. Первую, нахера выкладывать, вторую, ну, нахера тогда удалять? Ну, я-то как бы с Белой знаком не шапочно, и знаю, что эта девочка может поддеть своим острым перышком всех. Тем не менее, вот сегодня мы исследуем совершенно новый для меня пласт вообще субкультуры – это вот феминизм, пожененный марксизм. Я вот не буду вам задавать вопросы, на самом деле, такие, знаете, оригинальные. Что, кто, почему и так далее. Я бы вот так бы поставил вопрос. Представьте себя через 10 лет. Вот как вы видите себя через 10 лет? Ну, то есть вот у вас есть некая программа, да, которая должна осуществиться, и вот она осуществилась. То есть, к чему вы пришли? Что это? Да, извините, пожалуйста, такой джентльмен, да, это Марина, это Мария. Привет. Привет. Да, значит, как называется ваш клуб? Фрейфрауэн. Фрейфрауэн. Да, это немецкие свободные женщины. Свободные женщины. Ну, давай, я начну? Да, я должен. Ну, я хочу сказать, что мы можем говорить о оптимистическом сценарии и пессимистическом, да? Соответственно, оптимистические сценарии мы все-таки, в первую очередь, марксистки, и оптимистический сценарий подразумевает то, что в нашей стране все-таки начинает развиваться все в сторону социализма, да? И если мы говорим конкретно о нашем проекте, то мы видим это как постепенная организация кружков изучения марксизма, потому что в основном мы этим занимаемся, и кружков по изучению женского вопроса, именно в марксистском ключе, в разных городах, между которыми будут горизонтальные связи, которые будут взаимодействовать друг с другом, осуществлять поддержку информационную и изучать теорию. И в дальнейшем все это должно выйти на новый уровень и, соответственно, развиваться вместе с движением общества. Пессимистический сценарий – это то, собственно, о чем мы регулярно говорим, то, что если не коммунизм, то постапокалипсис, потому что, ну, это, конечно, такое утверждение, знаете, утрирую, но, тем не менее, мы вот считаем, что путь развития общества, он, либо вот мы придем к коммунизму, либо через энное количество времени, ну, здесь я не буду говорить какие-то прогнозы, потому что это все чисто будет субъективно, мы пойдем к некой деградации общества, потому что капитализм не может существовать. И если не привлекать женщин, то, собственно, все тоже распадется, потому что женщин, ну, половина населения Земли, опять же, плюс-минус. Ну, да, можно еще тогда добавить то, что все-таки то, чем мы в основном занимаемся, это прорабатываем теоретические вопросы с позиции марксизма, касающиеся женского вопроса, и это именно на нашем проекте «Фрайфраун». То есть, как бы, у нас есть основные игрушки по основной философии, по «Фрайфраун» мы прорабатываем теоретические вопросы, то есть там, что касается абортов, например, декреты, вот весь перечень этих вопросов мы прорабатываем с марксистских позиций, потому что материала на эту тему нет до сих пор, мы занимаемся этим сами, мы находим соратников, соратниц себе, вот, и примерно, если мы предполагаем, то, что через 10 лет мы, наконец-то, доработаем этот список весь, то есть мы выдадим более полную картину с марксистских позиций именно женского вопроса. Вот, то есть мы прорабатываем вот это, плюс мы действуем как на самоорганизации, то есть пока что мы вдвоем, например, этот проект делали, плюс, например, в Санкт-Петербурге тоже, мы приехали, там собрались, девочка уже, оп, еще кружок, то есть в идеале будет этих кружков намного больше, еще можно добавить. Позвольте вас перебить на секунду, вы рассказываете мне сейчас про, ну, это все понятно, все схемы работают по таким образом, не важно, партия, корпорации, сетевой маркетинг или далее, я имел в виду не это, я имел в виду женщины то, что получат в итоге, ну, то есть общество как преобразится, вот это я имел в виду. Ну, как минимум будут инструменты решения проблем, с которыми сейчас женщины сталкиваются, то есть это неравенство зарплат, невозможность устроиться на работу, потому что тебя не берут из-за того, что ты можешь уйти в декрет, то есть какие-то конкретные механизмы решения конкретных проблем. Здесь мы можем взять проблемы, которые характерны, там, для некоторых регионов России, например, женское обрезание, да, и в то же время проблемы, которые характерны для женщин, там, с которыми мы видимся каждый день. Вот это как раз-таки неравенство зарплат, невозможность устроиться на работу и прочие вот такие вот вещи, которые не позволяют быть экономически независимыми. А в каких областях женщина не может устроиться на работу? Ну, вот конкретно могу за свою сферу сказать, я журналист, и когда я искала работу, когда мне было 25 лет, мне напрямую отказывали во многих местах, объясняют тем, что, ну, ты же скоро уйдешь в декрет, ну, зачем тебе эту работу, мы лучше возьмем Васю, он точно не уйдет. Ну, плюс список запрещенных профессий для женщин, то есть их около 456, да, насколько мы недавно просматривали список, действительно, к ним относят, например, рыбак прибрежной зоны, то есть женщина не может строить свою работу легально, скажем так. Я прям вижу очередь женщин, выстроившихся, вот, мечтающих стать рыбаками прибрежной зоны, если... Ну, я, кстати, уверена, что в машинисты электропоездов бы многие пошли. Это очень... вот даже если посмотреть по Москве, там зарплата очень приличная, там около 90 тысяч, вот, и на самом деле я уверена, что многие женщины не пошли. Но они же водят троллейбусы и автобусы. Там меньше зарплата. Метро доплачивают порядка 20 тысяч. Я просто вот провел один раз эксперимент, потому что наша страна, она была передовая в том плане, что, например, Красная Армия, это была единственная армия в мире, где женщины не только были стенографистами и радистами, они командовали, не знаю, то есть снайперши, и даже занимали, ну, невысокие, да, но определенной командной должности они тоже занимали. Но... и поэтому, поскольку я постоянно общаюсь с западными представителями рода человеческого, которые мне объясняют, что здесь, значит, тоталитаризм, культинизм и вообще, значит, все тут несчастные женщины ходят на четвереньках, я привожу пример своего прекрасного агентства, в котором я работал без малого, там, 8 лет. Она называется Реалвэб, одна из крупнейших вообще интернет-агентов страны. У нас львиную долю руководящих должностей занимают женщины. Львиную долю. То есть, более того, я, как человек, проработавший на руководящих должностях и главным редактором в четырех изданиях, я всегда, по-тому числу, работаю с девушками, потому что они, на мой взгляд, стрессоустойчивые, более, там, ну, казалось бы, да, то есть мужики на самом деле более истерички, чем бабы, за что мне постоянно прилетает это движение под названием МД. Я о нем узнал благодаря моему каналу. Мужское государство, что ли? Это, нет, это мужское движение. Это всех бабы надо бить, как бы там, баба-раб и оленья. Вот я еще кто. То есть, ну, хорошо. То есть, на самом деле, вот эти истории про то, что вы рассказываете, они не выходят за рамки общей тенденции вообще феминизма во всем мире. То есть, там, равноправие, бла-бла-бла, аборты, зарплаты, это все понятно. А в чем коренное отличие или, я не знаю, отличие, в чем особенность именно марксистского подхода к феминизму? В том, что, собственно, вот еще Энгис говорил, что женщина подвергается двойной эксплуатации. И суть в том, что вот как бы мы ни боролись за равноправие, все равно оно достижимо только при социализме. Потому что при капитализме, в принципе, вот до конца равноправие мужчин и женщин во всех сферах, и я говорю здесь и о странах третьего мира, и о других, именно вот полное равноправие возможно только при этом строю. А при существующем можно некие меры вводить, можно помогать женщинам, например, к нам обращаются иногда за помощью, в частности, когда декретный отпуск не отпускают или еще что-то. И вот как раз-таки наша цель – это то, что женщины должны понять, что только если они станут на путь марксизма… Я понял. А вот были там что-то? Вы были когда-нибудь в Штатах? Да, я там работала около трех месяцев. Мне кажется, в Соединенных Штатах Америки, если это женщина, ты можешь засвидеть любого, за любую вещь. А это уже вот как раз-таки обратная сторона, потому что на самом деле, я знаю несколько прецедентов, когда, грубо говоря, женщина шла там по перелку, за ней мужчина, и она применяла меры самообороны, потому что в некоторых Штатах же разрешило оружие, и ее за это оправдывали, да? То есть здесь это вот такая двойная ситуация, потому что, с одной стороны, очевидно, может быть, у него и не было таких намерений, у него дома жена и пятеро детей. С другой стороны, у нас это вообще никак не регламентировано. Например, у нас вообще нет законов о том, если тебя преследуют. Расскажи, пожалуйста. Ну да, то есть правовых актов нигде не прописано о том, что если человек тебя преследует, что он может нанести за это хоть какую-то ответственность. То есть, в принципе, это, во-первых, недоказуемо практически, и даже если с этической позиции смотреть на это, то даже не знают, что с этим делать. Как бы, ну, ходят и ходят, какие у него мысли, никого не волнуют. И на правовом уровне точно так же ничего с этим не сделать. Ну, на правовом уровне вы это мало сделаете и в любом другом государстве, пока у них есть презумпция невиновности, пока вы не докажете каким-то образом, что этот человек шел за вами с целью тронуть вас за грудь, то, соответственно, ну, как бы вы ничего не докажете. Да, поэтому как раз таки вот мы считаем, что буржуазный феминизм, мы его так называем, он заходит в тупик во всех этих вопросах. Ага, вот. Да, социалистическое. Наконец-то мы подошли к этому моменту. У нас есть теперь наши собственные, наши русский феминизм. Международный, интернациональный, как и марксизм. Ну, я думаю, что вот те француженки, нагло удолбанутые, с которыми я иногда сталкиваюсь в Париже, я просто вожу группу туристической в Париже, и я боюсь, что они бы с этим поспорили. Ну, ладно, бог с ним. Такой вам момент. Значит, вот, ну это же вы согласны, что это субкультура? То, чем вы занимаетесь сейчас. Ну, мы не считаем марксизм субкультурой. Нет, марксизм не субкультура. Но вот то, чем вы конкретно занимаетесь, что я имею в виду? Ну, то есть я, скажу честно, я не знаком как бы с вашим аккаунтом, да, но когда мне скинули ваш аккаунт, я просмотрел его. Значит, вот у меня, ну, как посмотрел, пролистал фотки. Значит, у меня вот такой вопрос. Смотрите, вот была страна СССР, да, о которой сейчас разбиваются все вообще, там, камни, копья и так далее. То есть хочешь подкинуть говно на вентилятор, как это сделал, я сегодня выпустил стишок прострадающих об СССР с айфонами в карманах, моментально получишь отклик. Вы как воспринимаете страну СССР? СССР это такой вот эксперимент, который попытались провести, где социализм потерпел неудачу, но это не значит, что он потерпит неудачу везде. Очень много факторов, почему он развалился, но мы не относимся к категории вот ностальгирующих ПССР, потому что нужно использовать диалектический метод, который мы, собственно, как раз вот в наших... Вон из студии! Они, они ностальгируют ПССР! Да, вы меня привели, я шел к нормальным людям! Там, что, Дима, как ты смел меня обмануть так жестоко? К сожалению, мы родились чуть попозже, так что... Ну, кстати, если использовать заглавие феминизма и не ностальгируют ПССР, это хайп 100%. Да, просто. Не, ну это слишком злой, я... Ну, в общем-то, и вот это. В СССР, в общем, нам нужно смотреть, то есть мы не можем сказать, что-то хорошее, а что-то плохое, потому что это очень подход такой вот, ну, довольно детский и глупый. Нужно смотреть конкретно. Вот возьмем женский вопрос. В СССР, например, был действительно первая страна, где и в Красной Армии служили, где и вот был просто вот признали равенство, и женщины работали, и все это было продолжалось прекрасно. А потом произошел откат. И начали запрещать аборты, запрещать разводы, и все опять пошло куда-то не туда. Почему так произошло? Вот как раз мы это исследуем, потому что вот нельзя рассматривать СССР как какой-то стабильный такой вот кусок социализма. Это и то, и реакция, и революция, и все это менялось, взаимодействовало, изменялось. Ну да, можно сказать, то есть ну нельзя еще отрывать как бы СССР от нашего времени, потому что мы пользуемся последствия, все-таки на нас отзывается тоже. Точно так же, например, с женским вопросом, женскому вопросу, точнее, включается еще воспитание детей. Например, детские садики бесплатные, школы бесплатные, все это что? Это заслуги все-таки Советского Союза. Поэтому мы считаем, что как бы отрывать отдельные СССР и говорить плохо это или хорошо, но это как минимум просто некрасиво. Все-таки даже с позиции просто высказать свое мнение. Ну это лично наше мнение все-таки, что мы стоим на таких позициях и анализируем даже на своих занятиях именно с экономических позиций. Мы рассматриваем, какие были условия для того, чтобы воспитывать детей. То-то, 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 то-то. И потом это прописываем, в принципе, в наших статьях. Понятно. Смотрите, ну вот, насколько я мог ознакомиться, с вашим аккаунтом, то есть там вот смена цвета волос, статухи и тра-ля-ля. То есть, ну я так понимаю, что тоже являлись, принадлежали к определенной субкультуре, которая не относилась к поклонникам, не знаю, Баскова и группы блестящих. И что-то мне подсказывает. Не является ли то, что вы сейчас делаете, неким логичным просто эволюцией ваших увлечений, ну, скажем, совсем такой юной молодости, потому что это явно было... Ну, мне не нравится слово подростковый пункт, оно какое-то такое уж совсем уничижительное, но у всех как бы есть там определенный период, когда им надо самовыразиться каким угодно образом, да. Все мы через это проходили. Не является ли это продолжением вот этого? Я могу сказать, что с одной стороны, да, это так, потому что действительно вот было в России антифа-движение, оно возникло как противовес росту правых настроений в 2000-е годы. И там были действительно и жесткие столкновения, и так далее. Все это продолжалось долгое время, была сцена, и как раз-таки действительно вот мы с Мариной увлекались и состояли во всех движухах, которые были тогда. Но потом произошла следующая вещь. Движение антифа, которое по идее такое левое и замечательное, начало разлагаться. И наиболее люди думающие стали думать, а почему так? Потому что по идее мы же такие хорошие, мы против фашизма, почему мы разваливаемся, что не так? Выяснилось, что нет теоретической базы. И единственным ответом на все это стал марксизм. И сейчас как раз-таки наиболее думающие люди из субкультуры, антифа, они переходят в марксизм. Сейчас вот даже мы знаем более трех кружков в Москве, которые именно этим занимаются, в Питере еще больше. И даже здесь, в нашей группе Station Marks присутствуют люди, с которыми мы встречались несколько лет назад на концертах в других городах, как раз-таки в пан-концертах, а сейчас вот выясняется, что мы вместе уже на марксистские кружки ходим. Так что, да, с одной стороны, это развитие, но это не совсем субкультурщина в чистом виде, потому что это вот такой вот новый уровень, и не все люди из субкультуры перешли вот сюда. Логично, потому что это требует уже каких-то включения других рецепторов, в отличие, как бы, но просто в какой-то момент антифа стала мало чем отличаться от фа. Мало того, там как раз-таки все скатилось, то, что люди переходили туда-сюда, и даже такое вот есть понятие в этой субкультуре грейзон, это люди, которые и там, и там, и настолько уже всех достали своими переходами, что с ними не общается никто, и они общаются друг с другом. Ну, можно даже это прослеживать, если, например, лет 7 назад мы могли видеть драки в метро, то, что встретились антифашисты и фашисты, и там, конечно, будет драка, то сейчас, в принципе, максимум, что будет, это война в комментариях, и то, наверное, предмет дискурса будет совершенно другой. Ну, плюс можно сказать, то, что когда ты в подростковом возрасте, тебе вот чего-то не хватает, да, там, за свой пункт адреналина, ты это заполняешь какими-то акционистскими действиями, и тебе это очень нравится, и ты, но со временем, когда ты все-таки взрослеешь, рано или поздно приходится, то ты начинаешь понимать, что тебе что-то не хватает, и вот эти вот действия тебе кажется недостаточно. Например, как у нас с Марией произошло, мы это начали заполнять марксизмом, ну, то есть мы начали читать и уже прям вот вся наша энергия пошла именно на то, то, что надо действительно собирать людей, объединяться как бы в кружки и что-то делать. Но это как бы наш опыт, поэтому мы полагаем, что большинство людей, которые из субкультуры вышли именно вот в марксизм, то, наверное, у них происходит аналогичным образом. Это крайне интересный феномен, потому что вы идете точно по такому же пути, по которому шли девушки там начала 20 века. Есть вот воспоминания только у Уильямса, которые не нравятся всем арксистам, потому что она не очень любила Ленина, а я обожаю ее, потому что ты очень умная все равно баба, а я люблю умных баб. И она вот просто открытым текстом писала, что марксизм это была действительно мода, и очень многие люди, ну, например, Струго, слышали такую форумию? А вы знаете, чем он закончил, как он эволюционировал? А ведь это был один из, то есть их было трое, Туган Барамовский, Струго и Владимир Ильич. Первый съезд раздыхает. Да, Струго закончил вообще в полной абстракции, монархисты и этот «Господь с нами» и так далее. Не является ли, ну, я сейчас скажу, крамольной мыслью, но мне кажется, что марксизм это сейчас просто мода. Не думаю, что это мода, это скорее общественный запрос, потому что, ну, трудно сказать, что это мода, когда... Извините, я согласен, да, что это общественный запрос, но вот этот общественный запрос, он все-таки... Ну, хорошо, да, извините. Ну, я не говорю, что это мода, потому что, действительно, вот, если мы говорим о людях, которые вот там на YouTube появляются и их все видят, это одно, да, но в то же время есть какое-то целеполагание, это для привлечения аудитории. А большинство людей, которые сейчас привлекаются к марксистским взглядам, это вот, например, там, знакомый, у него проблемы на работе, уволили, там, какой-то в жизни, он начинает искать ответы и находит их только в марксизме, потому что никакие другие методы ему не объясняют, а что вообще делать с этим. Так это, получается, религиозный путь? Это уже идеология, это вопрос марксизма и идеологии. Да? Ну, да, ну, не все люди, скажем честно, то, что сразу же ничего себе открыли марксы и поняли вообще весь смысл жизни. Люди ищут все-таки ответы на свои вопросы, они их получают. Там, то, что как они интерпретируют, это тоже по-разному, там же есть все-таки либертарианцы, вообще людей столько видов ответов. Да, я уже понял, что в нашем зоопарке много всяких раздевших. Ну, да, 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 и среди марксизма как бы тоже такие есть. И есть люди, которые наивные, есть люди, например, которым очень трудно читать текст, да, они смотрят, например, каналы, то есть, там где-то попроще материал, где-то нет. Касательно моды, то действительно, может, они находят себе каких-то кумиров вот на YouTube-каналах, то есть, увидели там развиваются, но такие люди, они не останутся на долгое время, потому что, ну, вот, конкретно это требует отдачи и работы. Вот, например, у нас нет выходных, потому что у нас либо кружки, либо съемки на Station Marks, и мы все это делаем бесплатно. Нет, ну, конечно, мы получаем деньги от ЖД Рептилоидов, там, от Порошенко, вот это все, безусловно, да, только на них и живем. Но по факту, как бы, это вот бесплатная работа каждый день, и, ну, на самом деле, ради моды, ну, не пойдут на это люди, потому что это, это, на самом деле, гробить свои выходные на то, чтобы... Окей, ну, логичный вопрос. Хорошо. Когда Порошенко перестает транши засылать все-таки, откуда они поступают? На самом деле, откуда у нас деньги? Ну, то есть, чем вы живете, если у вас нет выходных, и вы занимаетесь им бесплатно. Ну, это, как бы, такое, знаете, очень сложное логическое построение мысли. Все просто. Например, я работаю, на основной работе я журналист, потом, то есть, я там, ненормированный график, до 7 до 8 работаю, потом у нас кружок, потом все один кружок, подготовки кружка, мы действительно читаем очень много страниц, текстов каждую неделю, чтобы подготовить, и мы, в принципе, уже привыкли, у нас такой график, то есть, мы, например, считали, сколько дней, и мы, например, были без выходных, у нас доходила шкала до 60 дней, мы просто выкладывали в Инстаграм каждый день, то, что сегодня 59 день, когда мы без выходных. Мы, в принципе, не жалуемся, потому что мы это делаем, как бы, не ради, там, какой-то прибыли, или еще что-то, мы это делаем и для себя, как бы, и хотим все-таки действительно тоже разобраться, что с этим миром не так, что надо делать. А если вдруг произойдет такой момент, о, боже, я даже боюсь это произносить, когда вы разберетесь до такой стадии, а такое тоже происходило в истории, и неоднократно, что вы поймете, что все-таки идеи марксизма, они, ну, как бы сказать, не очень применимы, вот, относительно современной действительности, если выявлять в среднем подбольнице желание людей, и ты, как бы, выходишь и говоришь, ребята, окей, теперь все по Марсу, они тебе говорят, да идите, как бы, вот, то есть, вот, если вы, вот, в этом убедитесь, что же тогда? Конечно, он метафизически говорит, что я всю жизнь, там, буду придерживаться определенных взглядов, но, тем не менее, как? Нет? Нет, ну, естественно, я могу сказать все что угодно, но пока же, это вторая подставка за вечер, что такое, я не понял, только дела, только дела покажут, то, что я все что угодно могу сказать, что я всю жизнь буду коммунисткой и так далее, но, на самом деле, это докажет только практика, потому что любой человек может сказать все что угодно, конкретно вот сейчас мы видим то, что не все посылают, когда говоришь про Маркса. Нет, безусловно, так зачем, во-первых, понимаете, в чем дело, все это заканчивается, как только надо уже совершать какие-то конкретные шевеления булками, причем, желательно, те, как это делали марксисты, традиционные, у которых было много ходок, много сидок, много побегов, много того, много сего, просто что меня умиляет в современной левой среде, конечно, не радует, что туда идет антифа, потому что мне кажется, что 80% молодого, не молодого вообще, мужского населения, надо пойти в тренажерный зал или хотя бы на боксерский ринг, но я как вот человек, там, прозанимавшийся 10 лет определенными вещами, это просто чувствую и вижу, это во-первых, а во-вторых, конкретные-то действия, вот я вот сколько я создаю своему прекрасному другу Егору Яковлеву, сколько там всем, вот как бы после этого Mark Station там интервью было, там все обсуждают только Павел Перц, я звездаю его движение, стал просто благодаря, там, просто, просто я, 80% комментариев про меня, я только счастлив, но, но хоть бы один написал, перест, ты тупой, потому что будет так, 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 так и так, мы идем туда-то, мы делаем так-то, вот завтра мы здесь, там-то там, если нет, ни одного такого комментария я ни от кого не могу получить до сих пор, все какие-то такие вот туманные размышления про то, как наши корабли бородят Большой театр. Я думала, что эти люди, как раз-таки, не всегда озвучивают, потому что они опасаются повторить судьбу некоторых сходками и сходками, так сказать. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, уже это могут по попке, да? Ать-ять-яй, а как, извините, тогда поизменить этот мир, который, ну вот эти все люди сидят своими жопами на этой трубе, вы что думаете, они с него слезают что ли? извините вот марксисты могли бы вот немножко поделиться только мы только вас и ждали заходить на самом деле можно сказать четко что нужно делать сейчас во первых кружки изучения теории это я понял да вот это все разветвление да но хорошо кружки кружками но вы поймите что как бы энтузиазизм он имеет конечную стадию есть как бы ядро вы у вас тоже не зайдите можно вы там не знаю встретите любовь свою свою жизнь родить и и все и марксизм пошел лесом вам уже можно совмещать но вам уже говорит ну так случилось вас может там допустим обладает определенным финансовым состоянием говорит слушай родная вообще поехали на гола ах я марксистка это будет вообще огонь когда вы как не буду говорить кто сидя в такой вот остановочке будете вещать про то как надо совершать революцию вот это просто это точно вот мы этого избежим потому что у нас конкретно есть взгляды которые все-таки мы не можем изменить мы считаем что вот если мы говорим о марксистах марксистках да то очень трудно там жениться выйти замуж человек который не разделяет твои убеждения это в любом случае обречено на конфликты на непонимание поэтому и так достаточно марксистов достаточно марксистов чтобы они нашли не ушли потом тем более если учесть то что как бы мы привыкли к такому образу жизни мы не мещанки ничего мы воспитаны вообще сурово поэтому как бы даже если у нас какой-то богатство мы скорее да мы и скорее всего его потратим на благое дело и на развитие все таки море и пропаганду марксистских взглядов так что я очень сомневаюсь что будем шубах или еще что-нибудь нет это не говорится о том что вы будете шубах на самом деле современные там богатые люди как раз стараются шуб не носить как бы по-другому самореализовываются да особенно по москве это видно но вот знаете вот прям вот и иногда жалеешь не такой машины времени вот так вот была одна команда клэн который мне очень нравился я там не выдержал одному чуваку написал года два лет назад слушайте вот вы сейчас прямо в топово да на коне от мне давайте просто года через два через три спишемся мне интересно ваша вот эволюцию просто есть когда вы попадете во все это говнище вот это телевизионное на вот как вы там будете ощущать и вот я каждый раз вспоминаю что надо бы ему писать узнать потому что они сейчас как раз в этом всем говнище варится понимаете в чем дело мне 43 годика я такой мальчик уже пубертатный возраст у меня период практически закончился он немножко еще продолжается но я уже готов готов выйти до из него и я вот как бы знаю что так вот в жизни надо поворачивается что сегодня ты марксист а завтра сегодня ты играешь джаз завтра родину продаж как говорилось в советском союзе богоспасаемым поэтому когда вот я слышу такие категоричные фразы что нет там во-первых любовь зла полюбишь и не марксисты понимаете ну хорошо это вопрос дебатируем и мы не будем касаться окей значит если вдруг кто-то не из мускового движения да а вот ну если кто-то захочет как-то помочь присоединиться нам не знаю пообщаться ну вообще какой-то проявить интерес что ему надо делать то есть куда идти куда бежать куда писать то есть вообще человек который просто нет ну ну вот просто ну у кого-то там может быть даже девушка у меня конечно хоть основная аудитория мужская но на них слушайте меня иногда ходят одни женщины почему-то смотрят мужики ходят бабы вот такая страны а у нас наоборот на женский кружок а мужская аудитория всегда потому что это так это и так интересно марксистский феминистский вот как бы этих я уже видел тех уже видел фактически феминистки суши вован пойдем как бы посмотрим что такое как бы это как у пельмени было уральских пельменей дивный скетч как они омон называли по вызову вот это милиция по вызову один из самых гениальных номеров которые я видел хорошо ну куда то есть писать к обращаться очень часто просто на стриме station маркс мы что-нибудь скажем пишут люди вот и например пишет я там живу в комсомольске на море хочу что-нибудь делать и мы ему помогаем найти таких людей там коммунистов в комсомольске на море кличу слова не разовали кружочек а вместе ходили кондицировали это кстати решает психологические проблемы многих людей потому что это точно нет ну гораздо больше решает если ты нас в комментариях я считаю но это уже сериализация определенный вид психотерапии который многие используют особенно приходя к нам в комментарии так но в конце концов можно даже вот очень часто приходят люди со взглядами далеко не марксистскими просто там чуть-чуть может быть в ливизну уходят они хотят послушать и в итоге начинают изучать потому что действительно теория она интересная как раз таки вот говорили о том что марксизм в современном мире не совсем вот возможно применим а это потому что нет теории потому что даже вот то что говорил карл маркс в семнадцатом году ленину пришлось много лет перерабатывать чтобы потеряли у нас просто сейчас практически нет людей которые бы занимались вот сел с утра до вечера и пишешь развитие капитализма в современной россии такую работу на современной статистики на современном анализе вот когда такие работы появятся конечно можно о чем-то говорить но это действительно вот нехватка того что сейчас есть эта картина вот мне егор говорит тут вот когда произойдет то то счета вот тогда вот здесь тоже когда появятся такие работы а когда это то есть вот это великое светлое будущее для меня какое-то загадочное вот оно как когда придут какие-то магикане которые там тут тот то сделают там то они устроят интернационал тут они перелопатят как бы пласты тексты и адаптируют но это явно что нам нужен на самом деле марксизм они марксизм мы не можем говорить про коммунизм мы должны говорить про некий неокоммунизм да ну то есть как бы если бы софия львовна перловская увидела бы вас с пирсингом и с натухами то она бы в общем то сама бы пошла бы застрелилась бы возможно мы бы нашли с ней общий язык если бы поболтали нет ну понятно что конечно за но при первом взгляде я боюсь она бы к бахнула и упала без чувств хотя она была такая женщина знаете довольно стойкая то есть должна какая-то все равно быть адаптация к современности обязательно актуальность кем и это и дело другое просто конечно вот даже несмотря на то что мы все очень пытаемся и многие кстати сейчас пытаются этим заниматься пока это еще не вышло на уровень который вот можно уже такие работы давать вот мы как раз таки пытаемся осовременить марксизм в женском вопросе то есть об этом говорили каланта и люксембург но естественно у них уже там несколько все устарело при том что если даже сравнивать мы стали работу например начало 20 века и конца 19 там перечень проблем связанных женским вопросом на самом деле ничего удивительного эти проблемы до сих пор то есть все что там переза список а есть это все все собирать и надо только избирательное право единственное что изменилось да действительно есть избирательные права вот поэтому их прорабатывать на современных реалиях просматриваем какие экономические условия для этого и после этого только мы можем хотя бы начать заниматься действительно теоретической работой и выдавать людям вот уже что же это такое почему мы с марксистских позиций думаем так и что делать а вот если все-таки подумать про какие-то реальные шаги я уж пропущу там слово каланта я слишком хорошо знаю кто это была такая персона тоже феминистская такая знаете очень касательно но только не веришь в теорию стакана воды нет нет дело не в стакане воды а дело в том что она ходила в шубах шестинской у нее в сомняке потом проработала как бы долгое время скандинавии послом и в общем то там все было не так сладко суть не в этом суть в том что если все-таки попытаться не знаю ну как-то выйти на какую-то партийную платформу пытаться куда-то уже там не знаю двигать во власть ну проще понимать что есть некая власть до которая сидит там и это вообще какой-то отдельный марс там пообщаешься там с разными представителями рода человеческого а вот все вот эти ваши бутыхания они вот вообще-то глобальном понимании они ни о чем ну вот я как журналист очень часто общаюсь с чиновниками и прочими деятелями политическими и сейчас собственно видим то что они оторваны и оторваны от низов просто невероятно это да это такая прямо сегодня у нас истинно то есть вообще прозвучало это не не только сегодня это последние там десятилетия это что посадили обызов арашуковых и так далее это ничего по сути не меняется просто одни заменится на другие и на самом деле здесь дело в том что извините я переблю но многие из чиновников даже высокопоставленных а-ля-ля бывшие коммунистами как раз таки коммунистом может назвать кто угодно это не значит он таким является нет это понятно но по фану факт мнение господин степашин который преподавала в школе мбд ныне возглавляет палестинское императорское общество есть определенные категории людей она всегда есть и всегда будет которая просто вот несколько аморфно кто власти того она и поддерживает я была у замечательного чиновника в краснодарском крае он там возглавляет одно лесничество и то есть это чиновник довольно мелкого ранга и у него в кабинете висели портреты путина дзержинского и сталина вот это потрясающе просто николай второго мне кажется да не хватало что иконы обязательно определенно есть категория людей которые просто подвале трампа под столом на всякий случай а вдруг вдруг война и мы не спали вот и мне возникает ощущение что это люди из категории тех кто во время гражданской войны сидел в кабинете и доставал нужный флаг и нужные портретики верно так это же потому что сущность людей большинство такая ну как бы и вот-вот людей вы не переделать никак таких людей очень сложно переделать и они обычно меняются только когда уже происходит изменение самой базисной сущности поэтому основной основная работа идет именно на неангажированных людей ну либо ангажированы сразу марксизм либо людей которые вообще с этим но не сталкивались мы как просветительскую работу по поводу власти просто вот если мы говорим сейчас об этапе который сейчас взглядом марксизм они еще недостаточно как раз таки вот стали актуальными до актуализированы и распространены то есть мы находимся на этапе пропаганда пропаганды и разработки теории потому что как ни крути перескочить сразу на этап партии невозможно вот как у ленина у него сначала все таки кружков до кружковый этап кружковый этап про то проблема просто в отсутствии харизматичного лидера али ленина многие так говорят но здесь есть и свои минусы потому что после смерти ленина мы сами знаем что было после смерти стали что было и в итоге все отчасти развалился за того что харизматичного лидера потом уже не ну это какая-то палка ну конца нет лидера нет как бы движение нет лидера никакого движения нет мы же противоречия изучаем вот мы смотрим то есть даже для того чтобы появился такой лидер должны быть и такие условия чтобы он действительно уже появился и действительно ввел за собой массы ну например как это сделали мне кажется что сейчас на данном этапе даже такой лидер появится он будет на всех youtube канал будет смотреть все равно движение будет еще не организовано потому что ленин тот же если бы не было социального база уже под это все понятно он может быть себя был бы замечательным философом в эмиграции или бухгалтером и шалки философски бухгалтером на службе в конторке то есть понятно о личности в истории это конечно тема такая она очень актуальна сейчас но вот и сейчас если кто-то пойдет за каким-то лидером скорее всего это будет еще до смерти лидера этого этой идеи что мы видим кстати говоря сейчас в рэп и все как-то очень грустно опять кружки опять завтра не пойми что ну ладно значит друзья мои если вы хотите как-то вот пообщаться с этими прекрасными дамы сходить на кружок и или позвать их романтическое путешествие на кружок на кружок на кружок вот я знаю отличные кружки например на турецких побережьях есть марксистские там наташа и очень вообще круто квадратики там вот или в квадратик позвать сюда или как-то повлиять на ситуацию то я оставлю в описании под этим видео соответственно ссылки на там чего контакт да ну короче вот то что там есть прекрасных девушек но значит я в конце по традиции дам несколько своих анонсов мероприятиях которые вас ждут и в общем то дорогие друзья я открыл экскурсионный сезон в петербурге и в москве следующие экскурсии в петербурге пройдут 6 апреля и 14 апреля помимо всего прочего там будет затронута также моя любимая тема древолюционного терроризма в москве экскурсии пройдут 7 апреля 19 и 20 апреля ссылки на встречи есть закрепленном посте моей группе вконтакте адрес который вы можете найти в описании под этим видео также спешу напомнить что идет набор в париж теперь уже на конец этого года и на конец января следующего года а также мы поедем в берлин в конце октября если вам это интересно напишите мне на электронный адрес или вконтакте адрес точно также указан внизу с 21 апреля по 28 апреля у нас будет тур с егором яковлевым пиар охота на царя лекция концерт мы посетим такие города как нижний новгород пермь екатеринбург уфа казань ну естественно москва опять-таки все ссылки вы можете найти под этим выпуском совсем забыл когда вручить у меня есть подарок я в городе париже посетил совершенно потрясающую выставку пропаганда в красную в красной стране вот это вот не слышно договора степанова нет это дизайнер вообще 20 30-х годов которая придумывала ну как мы бы еще сказали паттерны для всевозможных одежд и так далее и вот это магнитик это один из дизайнов ее одежды вот я купил на этой выставке я там купил каталог диска все купила выставка совершенно чумовая скажу об этом блоге выкачу вам торжественно вручить спасибо 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 на этом все оставляйте комментарии увидимся в следующем выпуске пока